Друзья, всем большой привет! Сегодня новое видео и новые локации. В этот раз я решил создать подборку интересных, по моему мнению, мест, но достаточно не банальных мест. То есть, если вы устали от Кремля, от каких-то других заезженных достопримечательностей, то вам, думаю, будет интересно увидеть эти локации. И, возможно, посмотрев это видео, вы захотите сами поехать и рассмотреть их в деталях. Начнем мы с вами в Савинском подворье, потом переместимся в Куртицкое подворье. Ну а затем мы с вами съездим в село Узкое и в самом конце встретим закат на вершинах Крылатских холмов. Приятного просмотра! Итак, начнем. Савинское подворье. История его началась в 1900 году, когда епископ Можайский подал в московскую городскую праву прошение разрешения на постройку здания в пять этажей с нежилыми помещениями и подворьем на Царской улице, ныне Тверская, на месте горевшего в двух пожарах Воскресенского монастыря. Прошение епископа подписали, постройку разрешили и архитектора назначили Ивана Сергеевича Кузнецова. Архитектор такому заказу был несказанно рад. Дом построили быстро, всего за три года, с 1905 по 1908 год. Его фасад, сочетающий барокко и модерн, украсил первую линию домов Центральной улицы. Располагались в нем в то время помещения для контор, часть апартаментов занимала Савинское архиерейское подворье, а остальные помещения были гостиницей. После Октябрьской революции подворье превратилось в большую коммуналку. Нижние этажи занимали магазины и склады, а верхние были отданы под квартиры. В 1935 году был утвержден генеральный план реконструкции Москвы, главной задачей которого было полное преобразование улицы Горького, бывшей Царской. План было сложно назвать преобразованием, ведь он предусматривал массовый снос домов на протяжении всей улицы, начиная от Кремля. И улицу планировалось расширить на 60 метров за счет домов в почетной стороне. Савинское подворье в тот год не тронули, в плане реконструкции его не оказалось. А вот во второй этап реконструкции в 1939 году здание не вписалось. На его месте было запланировано возведение монолита Сталинского ампира. В итоге здание передвинули ночью вместе с жильцами. И вот что об этом писали. Людей о сроках передвижения здания не информировали, скорее всего, чтобы не было лишней паники. Работа была начата 4 марта 1939 года в 2 часа ночи. При помощи 20-ти тонной лебедки дом был снят с фундамента и плавно поехал на новое место. Инженерные коммуникации при этом подключены гибким шлангом и работали в штатном режиме. Здание Савинского подворья двигалось настолько плавно, что спавшие жильцы не ощутили движения, а проснувшись утром, с уземлением отметили, что их дом уже стоит на другом месте. Утром на фасаде здания красовался и новый адрес. Старый адрес Тверская 24 теперь сменился на Тверская 6-6. И в том же 1939 году улица Горького Тверская начала застраиваться сталинским монолитом, который стал новой границей Тверской. Этот вид улицы мы и наблюдаем сегодня. А сегодня Савинское подворье по-прежнему одно из красивейших зданий Москвы. Спрятано оно в арку дома по адресу Тверская, дом 6. В здании расположено элитное жилье и здание охраняется. А еще сегодня здесь располагается такой милый котик, которому все непременно надо поставить лайк. В общем, очень рекомендую вам это место. Несмотря на какой-то немножко напряженный флер, какой-то вот есть, может из-за того, что здесь элитное жилье, место очень колоритное, интересное, спокойное. И для любителей Питера это будет вообще прям супер-место такое, потому что здесь похожа архитектура питерская, здесь вот эти вот закрытые дворы такие. Ну, в общем, обязательно сходите, не пожалеете. И самое главное, из-за того, что здание находится в глубине Тверской, ну, не так уж и много туристов заходит, ну, бывают там какие-то туристические группы. А так в целом, пожалуйста, людей немного, можно спокойно побродить, пофотографировать, поизучать это место. Так что приходите обязательно, посмотрите. Ну, а прежде чем мы перейдем к другой локации, пользуюсь возможностью, прорекламирую себя. Я уже 11 лет занимаюсь фотографией, снимаю репортажи, портреты, архитектуру. После ковида я делал перерыв, вот сейчас полноценно вернулся. И вот ссылку на свое портфолио я оставлю в описании. Смотрите, понравится, тогда обращайтесь. В принципе, готов сотрудничать на постоянной основе, или на какие-то разовые мероприятия. Так что буду ждать ваших откликов. А пока переходим к новому месту. Крутицкое подворье. Одно из моих самых любимых мест в Москве. Если я хочу отдохнуть, перезагрузиться, почувствовать какой-то дух, прямо вот именно с самой старой Москвы, я еду обязательно сюда. В 9-11 веках на территории современного подворья располагалось княжеское село Крутицы. Рядом с селом проходили оживленные торговые пути, ведущие в Колонну и Рязань. В 1262 году в Крутицах был основан мужской монастырь, возведенный в честь святых Петра и Павла. В течение XIV-XV веков Крутицкое подворье финансировали великие князья. Так Иоанн Красный в духовной грамоте от 1356 года завещал вклад к Святой Богородице на Крутицах себе в память. Князь Дмитрий Донской повторил подобное распоряжение о своей духовной грамоте от 1371 года. Расцвет же Крутиц пришелся на время правления митрополита Павла III, основавшего монастырскую библиотеку. При нем завершилось строительство митрополитских палат на месте Старого Успенского собора, а также началось возведение нового собора. В подворье в то время был разбит один из первых в Москве декоративных садов. К середине XVII века Крутицы стали одним из излюбленных мест пребывания патриархов. Ну и неудивительно. Начиная с 1650-х годов в подворье стало выступать научным центром, в нем велась работа по переводу книг священного писания с греческого на церковно-славянский язык. Некоторые подземелья выступали также в роли тюрем. В 1737 году Крутицкое подворье сильно пострадало в результате Троицкого пожара, уничтожившего большую часть хозяйственных и храмовых построек. Вплоть до реконструкции 1868 года деревянная крыша тюремка была заменена на железную, а сожженные лики святых забелены известью. После революции 1917 года храмы Крутицкого подворья, к сожалению, были разграблены, а настенная живопись закрашена. В 1925 году в подворье прекратили проведение богослужений, а Успенский собор передали под организацию общежитий Московского военного округа. После распада СССР в 1991 году здания подворья начали постепенно переходить под управление Русской Православной Церкви. В 1992 году в Успенском храме провели первое с 1924 года богослужение, а в 1919 году правительство Москвы утвердило проект реставрации Успенской крестовой домовой церкви и Никольского предела. Как видите, история у этого места бурная и насыщенная. Тут и часового ролика не хватит, чтобы рассказать ее всю. Историчность этого места считывается с первого взгляда. Здесь как будто возвращаешься назад во времени. Поэтому очень рекомендую сюда приехать в любое время года, в любое время суток. Вы точно не пожалеете. Ну а у нас на очереди поселок Узкое. Тоже одно из моих самых любимых мест в Москве. В этот раз я решил прогуляться туда пешком прямо из дома. Идти чуть меньше часа через Битцевский лес. Знаете, это не просто прогулка по лесу. Это прямо настоящий поход, можно сказать. За счет того, что сам Битцевский лес такой весь с перепадами высот, то у тебя есть реально полноценное ощущение, что ты выехал далеко за город, взял с собой рюкзак и пошел куда-то в поход. То есть прямо вот не верится, что в центре, ну ладно, не в центре, хорошо, просто вообще в огромном мегаполисе относительно недалеко от центра есть такой гигантский лес и есть вот такое место, как поселок Узкое. Тут просто, ну вот, ощущение какого-то поселочка. То есть просто какой-то поселочек при каком-нибудь небольшом городке в регионах. То есть, ну не верится, что это находится в Москве. А находится он неподалеку от Конькова и Теплого Стана. Этот оазис природы и редкой для Москвы архитектуры остался нетронутым посреди спальных районов и многоэтажек по нескольким причинам. Во-первых, это территория Биццевского леса, о котором сейчас говорил. Во-вторых, эта усадьба является памятником архитектуры. Ну а в-третьих, на территории усадьбы находится одноименность санатория Российской Академии Наук. Из-за санатория доступа в саму усадьбу, к сожалению, нет. История усадьбы началась в 17 веке. Эта местность называлась Пустошь Узкая. Уже к 1641 году Максим Стрешнев построил здесь усадьбу. В 1697 году здесь была открыта и освящена пятибашенная церковь Казанской иконы Божьей Матери. Это один из старейших сохранившихся храмов на территории всей Москвы. Также уникальна архитектура церковного здания, которое я вам покажу чуть позже. Четырехлепестковая в плане пятиглавая церковь с равновеликими по высоте главами башнями. Во входной башне устроена колокольня. Имя архитектора этой церкви уже неизвестно. В разное время усадьба принадлежала Гагарином, Стрешневым, Голицыным, Толстым, Трубецким. В 1900 году в усадьбе умер знаменитый русский философ Владимир Соловьев. А в 1922 году усадьба была отдана Центральной комиссии по улучшению быта ученых и с 1937 года принадлежит Академия наук СССР. Говорят, что руководство Узкого планирует в скором времени открыть территорию санатория, устроив общедоступный городской парк. Но даже без территории самой усадьбы тут есть на что посмотреть. Условно, я делю территорию на две части. Брошенные здания на аллее за аркой и жилые дома на подъезде к арке. Вот брошенные дома, они вообще никем не облюбованы. То есть, они действительно там ни бомжи не живут, никто. Просто закрытые опечатанные домики. И вот такая чудесная аллея, по которой ездят велосипедисты, ходят люди, очень редко проезжают машины. Поэтому здесь абсолютная тишина, спокойствие, умиротворение. Такой вот, какой-то вайб санатория присутствует. И за счет вот этой вот густой зелени здесь совершенно не жарко. То есть, на улице была жара, когда я снимал этот ролик. Ну, как жара? По московски меркам 25-26 градусов. Но в тени было абсолютно прекрасно, тихо, спокойно, тенечек. В общем, прям благодать. И самое, что интересно, на заброшенных домах до сих пор сохранились современные почему-то вывески московские. Очень странно. Ну, а тут, собственно, котик, местный житель. Поставьте котику лайк. Котик, правда, был очень неконтактный, с подозрением отнесся. Ну, видимо, он тоже умиротворялся, отдыхал, а я тут его смутил своим объективом. Что удивляет, что здесь сколько раз я был, а было здесь неоднократно, ни разу не встречал ни киношников, ни фотографов, вообще никого. Хотя места настолько интересные, самобытные, аутентичные, что здесь, в принципе, вполне можно снимать себе какой-то фильм, клип, сериал, да все что угодно, по сути. Но никого так и не встретил. Может быть, мне и не попадались они, может быть, все киношники и клипмейкеры находятся в Чертаново, потому что реально у нас каждый день можно кого-то встретить с камерой, какую-нибудь съемочную группу, каких-нибудь музыкантов, а здесь почему-то никого. Вообще, место вызывает двоякое ощущение. С одной стороны, хотелось бы, наверное, чтобы эти домики восстановили каким-то образом, чтобы они выглядели более презентабельно, чтобы место не было таким брошенным, потому что, ну, кому-то может быть здесь некомфортно. Из-за того, что мало людей, как-то эти брошенные домики, ну, мало ли, все мы разные. Вот. Но с другой стороны, если все это облагородить, восстановить и, боже упаси, здесь сделать какую-нибудь кофейную или инфраструктуру, то сюда начнут чаще приезжать люди и вот этот вот приятный такой флер спокойствия из этих мест скорее всего улетучится. Сейчас, наверное, самый частый посетитель этих мест это прихожане церкви, про которые я рассказывал и которые сейчас, вот как и обещал, показываю. Вот. Потому что, в принципе, кроме них, ну, тут редкие прохожие есть, да, то есть здесь нет каких-то таких точек притяжения, вот кроме церкви, да, по сути. Есть жилой квартал, есть церковь, есть эти брошенные домики. То есть люди целенаправленно либо едут домой к себе, либо в церковь, да, ну, то есть вот на эти брошенные домики особо никто не идет смотреть. Церковь действительно классная, тоже очень рекомендую приехать, даже тем, кто не выцеркулен, просто хотя бы посмотреть на невероятную архитектуру. Именно перед первой своей поездкой я, по сути, смотрел фотографии, да, и видел только вот эту церковь. То есть кто-то там немножко упоминал жилые дома, кто-то немножко упоминал аллеи, но в основном, конечно, был акцент на санатории, на церкви. Поэтому я всегда рекомендую самим изучать то или иное место, которое вам показалось интересным. Ведь ни фотографии, ни видео не могут вам целиком передать всю картину, как оно выглядит. То есть вы не можете нарисовать у себя в голове эту карту. И вот именно это мне и помогло. То есть моя вот эта вот привычка приехать, увидеть самому. Тогда мне пришлось ехать очень далеко, и я тогда, по-моему, ехал из Химок. Но я подумал, ну ладно, хоть какое-то новое место надо же посмотреть, потому что я на тот момент уже, наверное, везде в центре побывал и на всяческих жилых окраинах. Ну и вот решил открыть для себя новую локацию. Ну и с тех пор она поселилась у меня в Яндекс.Картах на постоянной основе. Кажется, я уже упоминал в своих предыдущих видео, что я ставлю в Яндекс.Картах закладки, в которых отмечаю самые памятные для меня интересные места. Вот таким образом я не забываю, куда можно съездить. У меня все отмечено, и я потом, когда куда-то хочу поехать, я смотрю по картам, где у меня какие места отмечены и уже выбираю под настроение. А вот это, собственно, жилые дома. Да, да, они именно жилые, несмотря на то, что здесь заброшенные машины стоят. И здесь быт сохранился прямо вот такой советский. Там белье где-то висит, какие-то бабушки сидят во дворе, домики такие уже, ну, старенькие, обшарпанные. Атмосфера интересная, но я, честно говоря, не стал прям наглеть все подробно ходить снимать, потому что люди были на таком, ночили на расслабоне, и как-то какой-то татуированный бородатый чувак с камеры их явно бы смутил. Хотя я, когда проходил по дворам, ну, немножко так поснимал, и на фоне дедца с бабками обсуждали, типа, «О, смотри, твое окно снимают». Бабка ему говорит «Да нет, он это сам, он деревья». И я такой понял, что как бы сейчас начнутся вопросы там и прочее, они там что-то про агентов говорили, про еще что-то. И я так камеру оп, на деревья перевел, чтобы они не думали, что я снимаю их окна, а на самом деле мне их окна вообще были не нужны, для меня вот были машины важнее всего. Вот, но вот такое замечательное местечко, прям очень рекомендую, не полениться, съездить сюда, прогуляться и отдохнуть от суеты мегаполиса. Ну, а мы с вами переместимся в четвертое, в последнее место, которое я вам порекомендую. Это Крылатские холмы. Жемчужина запада Москвы, одна из самых классных смотровых, природных смотровых площадок в городе. Здесь я прям очень хотел поснимать именно на закате, поэтому после того, как я снял село Узкое, я прям бегом-бегом домой, быстренько искупался, переоделся и побежал на метро, чтобы успеть на золотой час, чтобы снять для вас это прекрасное место. Место тоже историческое, но здесь уже из истории скорее осталась только природа и храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Вот, по сути, все остальное было снесено. Село Крылатское было впервые упомянуто в 1417 году в завещании великого московского князя Василия I. На протяжении почти всей своей истории находилось в дворцовом ведомстве. В селе несколько раз останавливался царь Иван Грозный, о чем сохранились документальные свидетельства. В 1554 году царь, возвращаясь из поездки по Волоколамску, Клину и Можайску, посетил село Крылатское по случаю освящения Рождественской Церкви. Храм, который вы сейчас видите в кадре, это не тот, на освящение которого присутствовал Иван Грозный. Это уже более современная церковь, которая была построена примерно в 1868 году. И, по сути, сейчас это единственная историческая постройка в этих местах. Все остальные постройки были снесены. После Октябрьской революции 1917 года земли села Крылатского достались крестьянам, а в 1920-х годах здесь был организован колхоз. Храм села Крылатского в советское время был закрыт, а осенью 1941 года его колокольню снесли, так как она могла служить ориентиром для немецких самолетов при бомбардировках Москвы. В 50-х годах около села была построена крупная птицефабрика, а в 60-м году Крылатское вошло в состав Москвы. Птицуфабрику переместили за город, а к Олимпиаде 1980 года почти все сельские постройки были снесены, а на землях Крылатского построили грибной канал, крытый велотрек, велосипедную трассу и другие спортивные объекты. Крылатское стало районом массовой жилой застройки, а в 1989 году сюда провели метро. Ну, по сути, все эти спортивные объекты до сих пор актуальны, вот эти дорожки используют велосипедисты, на грибном канале тоже постоянно какие-то тренировки, соревнования, вот, поэтому место такое вполне себе спортивное, и я на себе это испытал, пока забрался на западный Крылатский холм, потом спустился вот в эту низину, пошел к храму Рождества Пресвятой Богородицы, там такой достаточно крутой подъем очень, и потом я снова спустился в эту же низину, и уже от нее пошел на восточный Крылатский холм, то есть здесь действительно можно получить хорошие такие нагрузки, потому что очень крутые подъемы, так что если хотите позаниматься спортом, если вы соскучились по каким-то походам, то милости прошу, о том, что вы находитесь в городе, по сути напоминает только торчащие небоскребы Сити из-за деревьев, и такая достаточно плотная застройка, если вы повыше подниметесь, а так вполне себе тоже такой природный памятник, можно сказать, потому что когда вы спускаетесь в низину, то вполне себе тихо, спокойно, природа, виды какие-то прям такие несвойственные тоже для крупного города, но если вам лень ходить, но вы хотите посмотреть на храм, то вы можете подъехать на машине, по сути как бы большинство так и делает, то есть вот такой маршрут, который выбрал я для себя, это чисто моя прихоть, потому что мне хотелось прям такое немножко приключение устроить, ну и подснять дополнительно какие-то ракурсы, а так пожалуйста, во многие места здесь можно попасть либо на машине, либо по нормальным таким дорожкам, без каких-то прям сильных перепад высот, но тогда вы не прочувствуете на себе всю силу этого места. Вообще тема цена Москва, что несмотря на то, что это огромный город, который по сути состоит из небоскребов и коробочек жилых домов, здесь есть вот такие жемчужины, которые нужно искать и за счет этого ты получаешь гораздо больше удовольствия, потому что ты нашел это место, ты увидел его и это очень здорово. А сейчас вы видите живописный мост и вот это плотную такую застройку, там щукинскую видно, вот этот ЖК Алые Паруса такие достаточно спорные и в принципе как бы несмотря на то, что все это выглядит немножко жутковато все эти небоскребы, но зато есть какие-то доминанты и можно понять, что это за районы. Вот например Терехово Мневники, еще буквально там сколько год, два назад я приезжал сюда, было прекрасно видно Сити, сейчас уже постепенно вид загораживается вот этим вот новым районом, там по сути будут строить целый отдельный город, поэтому сейчас честно говоря даже сложно представить то, что когда-то это были просто там леса, поля, а теперь это будет огромный район города. Вот такое вот информативное видео получилось, буду рад вашим комментариям, ставьте лайк, если вам понравилось видео, ну и в следующий раз я сделаю новые места интересные и надеюсь вы будете ждать этот ролик с нетерпением. Спасибо вам за просмотр и до встречи!